Здравствуйте! В этом видео я расскажу, сколько нужно ночью лечиться СИПАП аппаратом, как часто применять СИПАП терапию, ну допустим, сколько ночей в неделю, и как долго вообще необходимо применять СИПАП при лечении апноэ сна. Меня зовут Роман Бузунов, я врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук. Уже больше 25 лет я занимаюсь диагностикой лечением храпа, апноэ сна, применяю СИПАП терапию. Я автор первой и единственной монографии по СИПАП терапии, вы видите ее здесь и на экране, по применению неинвазивной респираторной поддержки при расстройствах дыхания во сне. А если вы досмотрите это видео до конца, я вам расскажу, как совершенно бесплатно получить вот такую книжку «Долгосрочная СИПАП БИПАП терапия в домашних условиях». Рекомендации для пациента, вы видите обложку тоже на экране. И здесь написаны практически все ответы на ваши вопросы, которые пациенты мне многие годы задавали, как применять СИПАП терапию в домашних условиях. Если у вас какие-то проблемы с СИПАП терапией, вы предполагаете проведение лечения, хотите получить квалифицированную консультацию, пожалуйста, обращайтесь ко мне, ссылочка внизу на мои координаты, вы можете получить квалифицированную консультацию по СИПАП терапии. Если вам нравится это видео, понравилось, подпишитесь на мой канал, кликните на колокольчик, чтобы не проспать мои самые интересные видео и поставьте лайк. Итак, начинаем. Ну, золотое правило. Если вы спите с аппаратом СИПАП, нужно спать каждую ночь и все время сна. Да, это идеальная ситуация, но в реальной жизни, к сожалению, так иногда не получается. Ну, во-первых, просто человека возникает необходимость по каким-то поводам делать перерывы. Ну, начиная от того, что просто свет выключился, извините, в доме или где-нибудь, где человек живет. И это связано, может быть, с какими-то переездами и какими-то прочими социальными, скажем, проблемами, которые не позволяют человеку использовать СИПАП аппарат. И в этом смысле перерыв один-два дня вполне себе возможен. Более того, пока человек применяет регулярно аппарат, мы устраняем храп, мы устраняем биение дыхательных путей друг от друга, воспаление и отек, соответственно, слизистой оболочки. Дыхательные пути пошире, тонус их получше. И если мы делаем перерыв в лечении, то день-даже два ситуация может оставаться лучше, чем она была исходна. Но, правда, если у человека совсем тяжелая ситуация, там несколько сотен остановок дыхания за ночь, то буквально в первую ночь уже может вернуться сами нарушения дыхания, и симптоматика уже даже на следующий день начнет человека беспокоить в плане неосвежающего сна, разбитости с утра, усталости и дневной сонливости. И обычно, кстати, люди, которые с очень тяжелым апноэ сна, они лечатся постоянно. У меня есть пациенты, у которых мы считываем данные с аппаратом, современные аппараты накапливают информацию за год последнее лечение. И я вижу, что человек 365 дней в году спал с этим прибором. Причем это не то, что человек, который там сидит постоянно дома. У меня есть люди, которые активно ездят в командировки, путешествуют, и они берут в командировки с собой аппараты, в отпуск берут с собой аппараты. Просто так они лучше высыпаются. Я как-то вспоминаю одного пациента, который сказал, ну, решил поехать в командировку, аппарат не взял. Не выспался, пришел на переговоры, ничего не понимаю, голова болит, давление поднялось. Думаю, зачем я вообще поехал на эти переговоры без СИПАП аппарата? И с тех пор он ездил постоянно с аппаратом, хотя чуть ли не там 100 дней в году проводил в командировках. То есть вот так вот, я скажу, эффект от лечения, ну, не то чтобы требует от человека лечения. Сам человек хочет лечиться, потому что он просто чувствует, что он хорошо высыпается, и чувствует себя хорошо на следующий день. А теперь, сколько же вообще спать с СИПАП аппаратом? Неделю, месяц, год или всю жизнь? Метод лечения, он долгосрочный. Он не излечивает апноэ сна. Если вы его применяете, то эффект есть. Уменьшается или устраняется клиническая симптоматика, то есть вы чувствуете себя днем здоровым человеком. Уменьшаются или исчезают риски сердечно-сосудистые, метаболические, неврологические, легочные. Но еще раз, метод не излечивает. То есть пока вы применяете этот метод лечения, пока он действует. Но это можно сравнить, например, с инсулином у больного диабетом. Но я вам скажу, что даже несмотря на какие-то сопутствующие проблемы, связанные с лечением, ну, дискомфорт от того, что окружающие говорят, что вы применяете аппарат, что с ним путешествовать надо, что как-то уход за этим аппаратом осуществлять надо, те плюсы, которые испытывает человек, они существенно перевешивают минусы, особенно при тяжелой степени синдрома обструктивного апноэ сна. Ну, это можно в какой-то степени сравнить, допустим, с протезом у человека, у которого нет ноги, к сожалению. Первое. Это тот же процесс адаптации. То есть когда человек первый раз протез ноги одевает на танцы, он, извините, не бегает. Но через какое-то время он вообще почти перестает замечать этот протез, в общем-то функция ходьбы у человека восстанавливается. И да, сам протез, он может быть тяжелым, скрипеть, натирать, просто некрасивым быть. Почему его человек носит? Ну, потому что те плюсы, которые он получает, замещая функцию ходьбы, они перевешивают те минусы, которые связаны с применением протеза. Вот ровно аналогичная ситуация и по поводу СИПАП аппарата. Ну и поэтому, пока эти плюсы преобладают, человек, как правило, продолжает лечиться СИПАП. Другое дело, что медицина развивается и, возможно, в будущем появятся какие-то другие методы, которые позволят излетить апноэ без аппарата. Но это время, как говорится, покажет. Пока, к сожалению, это единственный эффективный метод тяжелых степеней апноэ сна. Особенно тогда, когда нет возможности провести какую-то хирургическую коррекцию. То есть, у человека, допустим, большие миндалины, у него просто ожирение, как фактор, который привел человека к апноэ. Таким образом, лечение, оно может быть долгосрочным, иногда даже пожизненным. Ну, или до того, как у нас появятся какие-то другие эффективные методы, позволяющие излечить апноэ сна. Понятно, что если у вас возвращается симптоматика буквально в первый же день после ночи, когда вы пропустили лечение, то лучше пропуска таких не делать. Если же вы чувствуете, что день-два вы без аппарата обходитесь, и это не вызывает у вас какой-то серьезной проблемы с соливостью, разбитостью, гипертонией, то ничего страшного, если это вы перерывы будете делать. Но, еще раз подчеркну, не надо делать их специально. То есть, не так, что пять дней полечился, два дня стандартно перерыв. Как у нас бывает иногда некоторые медикаменты применяются. Нет. Чем чаще вы лечитесь, тем больше и лучше эффект вы получаете в плане восстановления организма, продукции гормонов, обменных процессов в организме и так далее, и так далее. Поэтому специально перерывы делать не надо. Но если такая необходимость есть, то ничего страшного в перерывах нет. И еще раз подчеркну, минимум 70% ночей. Теперь, что касается конкретной ночи. Сразу скажу, что у пациентов, которые начинают лечиться, особенно с исходно очень тяжелой степенью апноэ, сразу сокращается время, необходимое на сон. То есть, человек, допустим, раньше и за 10 часов не мог выспаться, а теперь он начинает спать с аппаратом, ему хватает 7 часов. Ну, как хватало до вообще болезни, сколько вот там 7 часов, если ему в молодости хватало, ему опять начинает хватать 7 часов. Иногда человек настолько уже привыкает спать, лежать в постели 10, что он даже на фоне лечения старается 10 часов с аппаратом пребывать. Не надо. Во-первых, если вы не хотите ложиться спать на фоне лечения, то ложитесь в постель только тогда, когда уже совсем захотелось спать. Даже если раньше вы ложились, допустим, в 10 часов вечера, а вам захочется спать только в 12 часов ночи, вот в 12 часов вы ложитесь. То есть, не надо одевать аппарат и пытаться заснуть, если вы еще не испытываете сонливость. Это просто будет мешать тому, что вы заснете, и сам аппарат в конце концов будет вызывать какой-то дискомфорт. А следующее, если вы под утро проснулись и чувствуете, что уже более или менее отоспались и аппарат начинает мешать, не надо пытаться лежать в аппарате и опять засыпать. Снимайте и досыпайте без аппарата. Уже основная метаболическая составляющая ночи, это первые 4 часа приблизительно, ну, у среднеспящего человека. Это когда у нас продуцируются гормоны, глубокие стадии сна происходят. Так вот, это уже фаза пройдет, или вернее несколько таких циклов пройдут, и сон становится к утру более поверхностный, аппарат может просто несколько уже мешать. Опять же, сняли, отложили, выключили. Не надо себя насильно заставлять утром лежать в аппарате, потому что это просто будет вызывать некий дискофорт психологически, отторжение от аппарата. И более того, утром уже будет существенно меньше нарушений, потому что, как я говорил, сам процесс лечения приводит к тому, что у нас устраняется отек, восстанавливается тонус мышц глотки, и при дутренние часы будет существенно меньше нарушений дыхания, если бы вы, когда у вас до того, когда вы не лечились аппаратом, это было, естественно, гораздо больше. То есть, еще раз, в начале лечения время, необходимое на сон, сократится, и вы старайтесь именно тот период, когда вы уже начали испытывать выраженную сонливость, ложиться спать, а к утру, если уже более-менее отоспались, снимайте аппарат и досыпайте без него. Но постепенно время в аппарате будет увеличиваться, просто потому что будет нарастать адаптация. Я хочу сказать, что через месяц-два человек вообще практически перестает замечать аппарат на лице, и, в общем, в какой-то степени это даже начинает работать как некое рефлекторное, снотворное. У некоторых пациентов через несколько лет лечения человек говорит, а я как-то вот уже настолько сроднился, что просто одел маску и тут же уснул. Просто как рефлекс срабатывает, что заснул, одел маску, значит заснул. Таким образом, итог. Первое. Еще раз, в идеале, если вы лечитесь и у вас нет никаких проблем, то спите каждую ночь и всю ночь в аппарате. Если у вас некие трудности с адаптацией, особенно в начальном периоде лечения, то ложитесь поспозднее, как можно позже, чтобы захотеть спать. И уже к утру, если начинает аппарат мешать, снимайте и досыпайте без аппарата. Даже если вы поспали 3-4 часа, это лучше, чем, естественно, ничего. Но постепенно время использования аппарата будет увеличиваться. И в конце концов, вы, наверное, будете спать опять же всю ночь с аппаратом, практически его не замечая. И еще раз напомню, что есть такое правило, минимум 4 часа за ночь, минимум 70% ночей. Вот это уже обеспечивает и улучшение качества жизни, и существенное уменьшение рисков сердечно-сосудистых, метаболических, неврологических и так далее. Меньше этого частоты и длительности применения СИПАП, соответственно, уже будет существенно менее эффективно само по себе лечение, и это будет грозить и какой-то симптоматикой дневной, то есть вы просто будете банально не высыпаться, ну и увеличением различных рисков для вашего здоровья. Ну а для тех, кто досмотрел это видео до конца, я обещал, что скажу, как можно получить эту книжечку, вы видите на экране бесплатно, «Долгосрочная СИПАП БИПАП терапия в домашних условиях». Вы в описании к этому видео можете найти мой адрес в Инстаграм, и подписаться на мой аккаунт, и прислать мне в Директ сообщение «Хочу книгу по СИПАП». И я вам совершенно бесплатно пришлю эту книгу в PDF-версии. И надеюсь, она вам поможет в проведении СИПАП терапии. Ну а еще раз, если у вас какие-то проблемы серьезные достаточно, и вы сами не можете справиться, пожалуйста, обращайтесь. Мои координаты опять же в описании к этому видео. Я могу вас квалифицированно проконсультировать, ну и решить ваши проблемы с СИПАП терапией. Удачи вам, хорошего вам сна.